Привет! С вами я, Лила Матренов, и прямо сейчас мы узнаем, какой глубокий смысл лежит на поверхности новой яркой полуметражки от студии Pixar. Итак, это краткий психологический разбор мультфильма «Я краснею». Вы готовы? Поехали! Главная героиня мультфильма Мэйлин Ли – девочка-подросток, у которой, как она считает, в жизни все идеально. Свобода слова, действия и выбора – идеальный образ подростка-бунтаря. Но обращая внимание на детали, мы можем заметить, что в отличие от своих классных подружек, Мэйлин Ли в свои 13 лет выглядит совсем иначе. Отличные отметки по всем предметам, стремление быть лучшей во всем. Так какова же реальная картина? В действительности Мэйлин Ли, напротив, оказывается удобным ребенком. И несмотря на стандартное желание девочки-подростка быть принятой группой сверстников и выражать свои первые пылкие чувства, желание быть лучшей дочерью своих родителей оказывается сильнее. И все бы ничего, если бы не пару обстоятельств. В один момент влияние авторитарной матери в совокупности с парой неприятных обстоятельств и переходным возрастом активизирует ту бессознательную сторону, которую Мэйлин Ли так успешно подавляла в себе все это время. И тут, по замыслу сценаристов, мы сталкиваемся с так называемой теневой стороной личности нашей героини. Не будем вдаваться в подробности, что же на самом деле произошло. По трейлеру видно, без магии не обошлось. Но вернемся к сути. С точки зрения психологии, качества, которые мы в себе отрицаем, а также наши нереализованные личные стремления и таланты, которые мы в себе закапываем в угоду социального одобрения, стрессовые ситуации вырываются наружу и показывают себя во всей красе. Именно это и произошло с нашей героиней. В реальной жизни такое происходит сплошь и рядом. Главное, в погоне за одобрением родителей и окружения, скрываясь за всеми этими масками, не потерять свою уникальность, настоящего себя. Для того, чтобы такого не произошло и монстр внутри нас не вырвался наружу, необходимо принять наличие тех качеств, которые мы отрицаем в себе. Ведь от себя не убежишь, и наши бессознательные порывы обязательно найдут лазейку, чтобы прорваться в реальную жизнь. Так зачем отрицать свою природу, когда можно принять ее и подружиться со своим внутренним зверем? Зачастую это проявление нашей творческой личности. Внутренняя сила, которая помогает нам реализовываться, дает старт новым начинаниям и уверенность в себе. Ну что ж, в мультфильме все разрешилось, благодаря искренней поддержке и любви. В реальной жизни все, конечно, может быть иначе. Но помните, только вы можете помочь себе справиться со своими порывами. Не обесценивайте свои желания, прислушивайтесь к голосу своего сердца. И ваша тень станет вашим союзником. Но я чудовище. В людях куча самых разных сторон, Мэй. Надеюсь, это видео было полезным. Еще больше интересных материалов найдешь в нем в блоге. Подписывайся, чтобы не пропустить. Все ссылки в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok